Продолжение следует... 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 потому что психологически тяжело, конечно, тяжело каждую игру играть только на победу. Честно вам скажу, что это давит немножко. Давит, почему? Потому что без права на ошибку, та задача, которая стоит, ее нужно выполнять и выполнять достойно. И вот именно без права на ошибку и пропустив в начале второго тайма, ну скажем так, пенальти тактического плана, я бы так сказал, что ошибка в центральной зоне, широко расположились, и здесь выход практически один на один был, и в ситуации здесь, наверное, надо смотреть, но мне показалось, что фол, ну шел Саша на фол. Все, и один-один, зная результат, уже мы знали результат, что Победаль проиграла дома, все, и понятно, что ребята стремились к тому, чтобы увеличить тот отрыв, который, в случае победы, мог образоваться. Ну, честь и хвала то, что не перешли на какой-то навал, и равномерно раскачивали все, и добились положительного результата. Хотя я еще раз говорю, что это очень тяжелая игра была. Очень тяжелая игра. В чем причинах поздевал? Ну, если объективно, то в первом тайме то количество моментов, которое было создано, нереализовано, нереализовано, тоже какую-то роль играло, потому что, ну, наверное, может и по сознанию сидело, но не забили в первом тайме, забьем во втором, а вышли и сразу получили мяч в свои ворота, здесь, конечно, тяжело, именно удар по психологии, но я в честь и хвала, что ребята. Но если брать в общем содержание игры, то я недоволен действиями наших, вот, вторую игру, вторую игру, к великому сожалению, наши фланговые игроки ниже своих возможностей, и первый тайм в Оргле, Женя Захаров с туриком не так, как нам хотелось бы для фланговых игроков и при фланговых атаках действовать. И, к сожалению, и здесь та же история, поэтому пришлось делать вынужденные замены, вынужденные замены, и если вы обратили внимание, то вместо Альшина вышел не совсем на свою позицию, но он правый защитник, но здесь нужно было уже закрывать здесь зону правую, потому что там Витя строил тоже от огромного желания, немного подключался и оголял зону. Здесь нужно было более строго сыграть, и я через тихо вас дал задание, сказал, что Витя перестал подключаться, а он уже здесь дал объем двигательной активности на фланге, что он и сделал, но без концовки пока, пока без концовки. Заболотный пилюков сегодня идеальный сочетанием атака? На сегодняшний день, да. В общем, похоже, присел, да? Ну, на сегодняшний день, да. На сегодняшний день, что все четыре проведенные игры, все четыре проведенные игры, ну, пожалуй, в Липецке Антон не играл, а вот три последние игры, сочетание Бирюкова и Заболотный оптимальная. Если вы обратили внимание, гол забитый здесь, там был взаимодействием между ними, пас Бирюкова пяткой в зону, и пенальти, заработанная Заболотным. По мячу они забили там, и подыграл Антон с передачи Антона Миша, то есть с передачи Бирюкова Антон забивал первый мяч. Хорошее сочетание. По мячу забили, и здесь Антон два забил. Но и по сегодняшней игре, вот при таком сочетании, я не доволен, очень доволен действиями Бирюкова. Сегодня Бирюков был неузнаваем в плане остроты. Бутыли тоже, похоже, позицию участника терял, то есть вот отсутствие закроя, никак, наверное, не штаканится в эту зону, да? Ну, здесь, да, здесь есть вопросы по второму тайму, вопросы у меня к паре центральных защитников, пара такого тактического плана ошибок в центральной зоне, которые могли бы закончиться для нас плачевно. Есть тоже вопросы. При наличии штатного пенальтиста Бирюкова, если скажем так, Заболокин сегодня исполнил стандартный... Ну, это разумное решение. Почему? Потому что, ну, все команды, вот мы, допустим, изучаем, я изучаю всех соперников, две-три игры, я смотрю, вот все игры, которые команда проводит, готовят к конкретной игре, учитывая сильные и слабые стороны. У нас в Бирюков штатный пенальтист, лучший бомбардир, да? И Миша, он исполняет пенальти, если вы обратили внимание, он бьет в один угол, да? И здесь, ну, скажем так, не очень его убедительная игра, и то, что он, Антон, чувствуя, что игра у него пошла, мяч забил, Антон предложил, Миша согласился, и честь, и хвала, и одному, и второму, что в ситуации, кто более уверен, все, Миша не взял ответственность, потому что ответственность велика. Ответственность велика. Нормальная ситуация. После того, как счет стал 1-1, в общем-то, команда стала проседать в середине поля, вы постоянно выходили и пихали. С учетом того, что Рязань проиграла, 5 очков отрыва, гандикап в виде домашнего матча, какие стимулы теперь для команды, которые, наверное, уже мысленно кулят уже и представляют себя где-то там? Нет, я с вами не согласен, что кто-то кулит. Ну я так, образно. Я понимаю, я поснимаю, что образно. Потому что вот они начали, второго тайма именно этим заниматься, собственно говоря. Первые 20 минут, второго тайма. Ну, опять же, это вопрос психологии. Ну никто курить не будет, это я вам даю слово, потому что чемпионат не закончился. У нас 5 туров осталось, да, солидный запас, с учетом плюс домашняя игра. Ну, домашняя игра, не хотелось бы в бочной встрече решать какой-то вопрос, да, выходом в ФНЛ. Хотелось бы досрочно все это решить, потому что это игра нервов. Вот видите, как вроде бы карманы на последнем месте сравняли счет и занервничали, быстрее засуетились, быстрее, хотя быстрее, ну, благо то, что на навал не перешли, да, обывальные команды сразу начинают навал, все, мы не сторонники такого выделения. Конечно, любая случайность, любая стандартсию, не сторонники. И те 5 туров, которые остались, естественно, что мы будем играть только от своей игры исходя и от турнирной ситуации. Семпионат не закончен, и я уверен, что борьба будет и Китов после тех туров. Как восстановление Дубровина идет? Что там у него? Ну, Дубровин, восстановление идет, но не так, как нам хотелось бы, потому что после операционного у него была, занесли опять какую-то инфекцию, опять у него воспаление, чистили гнойное образование, удаляли гной, ну, чемпионат для Юры закончен, это ясно. Жиряев появится на поле в последние дни? Ну, если бы сегодня немножко по-другому складывалась игра, немножко по-другому складывалась, более, скажем так, убедительный запас прочности, был бы у нас не такая вот игра нерога до последних секунд. Мы планировали уже, я планировал уже сегодня, скажем так, что он вышел перед своей публикой. Ну, он тренируется в общей группе, и все, но опять тренируется. Пока с оглядкой так осторожненько, осторожно, потому что степень травмы очень серьезная. Хотя медицинское заключение, у него восстановление прошло, сроки прошли, все, но опять вопрос к психологии, когда человек побаивается еще немножко. За счет чего Саутин потеснил, как леру в рамки? За счет того, что... То есть просто вот это именно конкуренция, да? Ну, конкуренция, да, они равноценные игроки, плюс у нас Дима Токномский есть еще, хорошего уровня вратарь. Ну, так получилось, что Саша, ну, с нашей точки зрения, не совсем, скажем так, уверенно в Липецке провел игру, не совсем, там, с выходами все. Ну, мы решили дать возможность шанс две предыдущие игры на ноль, и здесь пенальти, претензий особых нету к нему. Поэтому вполне естественно все. Нет больше вопросов? Спасибо. Спасибо. Если нет вопросов, я пользуюсь случаем, хочу нашу пресс-службу и Олю телекомпанию губернию поздравить с тем, что два, да, в двух номинациях по признанию профессиональной фокологии Факел стал лауреатом. В общем, я вас и поздравляю. Спасибо. Спасибо.